К всем обратилась жительница Карачаевска Джарак Башкаева, проживающая по адресу улица Подгорна, дом 8. В своем обращении пенсионерка утверждает, что во время работ по прокладке межпоселкового газопровода много лет назад строители дробили скальную породу вблизи ее домовладения. Как следствие, начались оползневые процессы, а жилище пожилой женщины пришло в аварийное состояние. В непростой истории по редакционному заданию разбирался наш корреспондент Ахмат Халкечев. И вообще не с нами. Пенсионерка не может сдержать слез. Трещина во дворе и в доме. Крыша протекает, а на стенах штукатурку размывают дождевые воды. Живы в условиях максимально приближенных к периоду послевоенной разрухи. Но, слава богу, войны не было. Это последствия строительных работ по прокладке межпоселкового газопровода, которые шли здесь с 2013 до 2015 года, рассказывает Джарак Хасановна. Оползни начались сразу, когда строители начали дробить скальную породу во время прокладки газопровода. Сперва прошла земля под моим домом, а уже потом и плотина, подпирающая правую часть особо сложного участка улицы. Если плотина была бы залита монолитом, то и не сложилась бы катастрофической ситуацией, сетует пожилая женщина. Вот здесь дробили, трактор большой был, дробили, скала вышла, когда трубу провели. Вот после этого уже у меня и трешины, и все, и все появились. Навес все снесло, вот здесь у меня навес было, вот здесь. Все снесло, и все. Потом уже после этого, через тот же день, на второй день уже трешины, трешины. Вот и обращалась, и рабочим просила. Спасибо одного, там Сергей, какую-то фамилию не знаю, он сказал, хорошо, я сейчас вызову представителей, все, пускай разбираются. Он позвонил, они приехали через часа три-четыре, смотрели, одобрили, что факт есть факт. Мы все сами сделали, но обещали. Все, больше ничего. Сейчас жилище пенсионерки действительно в аварийно-опасном состоянии. Но жить пожилой женщине больше негде. И, как она рассказывает, каждую ночь ложусь спать с мольбами ко Всевышнему, чтобы стены родного дома простояли до утра. Невозможно жить, я боюсь о своей жизни. Что я могу сказать? Ну, рад своего добился. У него муж, семья добились своего. А я ходила, куда я, безограмматная женщина, куда я пойду, кому обращаться, писать, писала везде и всюду. Толку нет. Вот так и осталось. По закону о средствах массовой информации и по журналистской этике в конфликтных ситуациях, в своих репортажах нам необходимо предоставить мнение всех сторон. Но, к сожалению, наши поиски второй стороны, продолжавшиеся более двух месяцев, так и не увенчались успехом. На свои редакционные запросы по адресам АО «Газпром» газораспределения Черкес и ООО «Газпром» межрегионгаз в Санкт-Петербурге наша телерадиокомпания получила дипломатично выдержанные ответы в письменной форме. В первом письме нам отвечают. На запрос ГДРК «Карачаево-Черкесия» АО «Газпром» газораспределения Черкес сообщает, что не является собственником, проектировщиком, застройщиком межпоселкового газопровода, расположенного по адресу Карачаево-Черкесская республика, город Карачаевск, улица Подгорная, в связи с тем не имеет возможности опровергнуть, либо подтвердить информацию, изложенную в обращении гражданки Башкаевой-Джарик Хасановна. Ну а в письме из Санкт-Петербурга от ООО «Газпром» межрегионгаз пишут, в ответ на ваш запрос, касающийся обращений жительницы Карачаевска Башкаевой-Джарик Хасановна, сообщаем, что за информацией по данному вопросу вам необходимо обратиться в ООО «Газораспределение Черкесск». Так как у нас уже имеется ответ от ООО «Газпром» газораспределения Черкесск, мы не видим смысла повторного обращения в данную организацию. Но в завершение остается лишь добавить, что после выхода данного материала в эфир все же компетентные органы откликнутся и дадут правовую оценку всей этой истории, до того, как случится непоправимое. Ахмат Лакечев, Али Бастанов, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.